Привет, с вами Арталаски. В этом видео я хочу показать простой, но очень мощный способ покраски черно-белых изображений. Его часто используют как при рисовании, так и для фоторетуши. Я же применил этот способ для покраски черно-белых фонов, который, собственно, сделан через соответствующий конструктор. Подробнее о нем по ссылке в описании. А сейчас мы очень быстро покрасим этот черно-белый фон в разные цвета. Для этого мы возьмем корректирующий слой и нажмем здесь карта градиента. Сразу видим, что у нас изменились немного оттенки. Теперь нажимаем на этот градиент и у нас открывается редактор градиентов. Изменяя ползунки, мы, соответственно, будем изменять и цвет. Мы также можем их двигать влево или вправо. Можем создавать новые ползунки, нажимая ниже этой полосы. Если мы будем создавать ползунок с непрозрачностью, то есть чтобы мы могли контролировать непрозрачность каждого конкретного цвета, что нам сейчас, кстати, абсолютно не нужно, но знать пригодится. А нам нужно нажимать поверх этой полосы. Чтобы убрать эти ползунки, нужно их зажать и просто потащить вверх или вниз. Также у каждого ползунка есть своя зона воздействия, которая видна на вот этих вот тромбиках. Мы можем сделать переход менее плавным. Либо, наоборот, его очень сильно так размыть. Самый интересный вариант получается, когда мы добавляем несколько таких ползунков и делаем их разными цветами, которые между собой хорошо сочетаются. С вами, конструктор Ифонов, я уже сделал множество таких заготовок, о которых расскажу чуть позже. А чтобы сохранить ту заготовку, которую мы только что сделали, мы задаем ей какое-либо имя и нажимаем на кнопку «Новый». Далее мы просто можем выбрать один из существующих вариантов и настроить их под себя. Потому что в зависимости от размера изображения, градиент будет воздействовать тоже по-разному. Работает это примерно следующим образом. А вот, допустим, у меня есть черно-белая палитра, начиная от самого темного, это как раз вот эта сторона градиента, до самого светлого цвета, это уже вот эта правая сторона. И чтобы мне не создавать каждый цвет здесь, достаточно создать несколько оттенков основных, и уже между собой эти цвета будут у нас вот так вот регулироваться. Слушай, думаю, с этим все понятно. И, в принципе, сказать здесь особо-то уже больше и нечего. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайки. Ну а с вами был Арталаски. Пока!